Мы вас в пример всем ставим, а вы нас подводите и подводите. Нет, 3 числа этот срок уже не обсуждается. Были моменты, теперь мы все полностью зависят только от своих сил. Объезд главных стройок Омска. Мэр Сергей Шелест и председатель Омского горсовета Владимир Корбут проводят каждую неделю. Цель – контроль подрядчиков и своевременное принятие мер. 75-я гимназия – один из показательных примеров слаженной работы. Капитальный ремонт практически завершен. Отделка выполнена на 95%. Однако без сложностей не обошлось. Сейчас есть сложности с людьми. Привезли еще несколько бригад на фасад для усиления. Местные подвели очень сильно. Пришлось в Москву везти новых людей. Подрядчик обещает, срыва по срокам не допустит. Входная группа отремонтирована, дефекты кровли устранены. Ревизия инженерных систем проведена. Педагоги и родители учеников уже готовятся к открытию гимназии. Моют окна, расставляют мебель, помогают в переезде библиотеки. В целом, работой подрядчика на объекте мэр Омска Сергей Шелест остался доволен. Чего не скажешь о новой школе на 1100 мест в микрорайоне Серебряный берег. Готовность объекта 30%. Рабочие завершают бетонирование пола подвала третьего корпуса. Приступили к армированию монолитного участка деформированного шва между постройками. Ведется монтаж гидроизоляции. На начальном этапе кирпичная кладка стен. Объем недостаточный, резюмировал градоначальник. Согласно графику, три корпуса новой школы уже должны стоять под кровлей. По факту, ни одного. А сейчас я близко не вижу законченности. У вас ни одного теплового контура не получается к зиме. Морозы придут на дне. Делать-то что? Сергей Николаевич, деньги уже не надо. А мне строят, а мне школа. Мы готовы строить. Ну так стройте. Мы строим. Мы не на один день останавливаемся. 507 миллионов. На субботу разгрыше. Подрядчик объясняет. Дефицит финансов следствие нулевого этапа строительства. Рабочим якобы пришлось проводить избыточный демонтаж старого бетонного фундамента. Отсюда дополнительные траты. По мнению мэра, аргумент неубедительный. 43% муниципального контракта оплачено. Подрядчик получил около полумиллиарда рублей. Специалисты администрации проверят траты. В случае несостыковки будут приняты меры. Сергей Шелест напомнил, объект возводится в рамках нацпроекта образования. По каждому вложенному рублю должен быть представлен полный и детальный отчет. Капитальный ремонт третьей школы также на особом контроле. С подрядной организацией здесь сложились непростые отношения, говорит мэр. Компания пыталась судиться с муниципалитетом и даже устроила производственный саботаж. Строители не выходили на объект и бойкотировали работы. Пока проблемы большие еще. Подрядчик уже под угрозой расторжения контракта начал сейчас более-менее значительные силы выставлять. Вот на сегодня на объекте 61 рабочих работают. Подумаем, вот в понедельник должен предоставить нам подневные уже графики выполнения работ. И там уже примем решение оставаться на этом контракте с ними, либо заводить уже более работоспособного подрядчика. Найти общий язык пока удалось. Рабочие приступили к оштукатуриванию стен. Параллельно меняют полы и монтируют подвесные потолки. Ведется подготовка инженерных сетей к подаче отопления. Смонтирован новый тепловой узел. Если мы не будем регулярно выезжать на стройки, контролировать работу, наверное, вы бы не видели сегодня такого результата, который есть. Он нас не удовлетворяет, но если бы его не было, то можно было бы вообще расписаться своей беспомощностью в решении этих задач. Нужно постоянно подгонять, нужно находить определенные решения, потому что не все гладко. Напомним, стоимость капремонта третьей школы по муниципальному контракту более 80 миллионов рублей. Завершить работы должны до декабря. У подрядчика новой школы в микрорайоне Серебряный берег времени чуть больше. Объекты должны быть введены в эксплуатацию в июне 2024-го. А значит, предстоит пройти еще не одну проверку градоначальника.